Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Даша. Если у меня хаос на столе, теперь уже секунд видео, значит мы с вами поговорим о швейных планах на ближайшее время. Я для себя выделила два месяца, ноябрь и декабрь. Это планы перед Новым годом, перед моим днём рождения, получается, ещё. Они достаточно обширные, хотя я понимаю, что, скорее всего, я не выполню всё, что запланировала, поскольку у меня ещё есть некоторые дела, которые я буду делать в это время, и не хотелось бы, так скажем, упахиваться ещё, не хотелось бы, да. Но я всегда планирую очень много, потому что я козерог, у меня, ну, наверное, поэтому, ну или просто в целом я такой человек, я составляю себе огромные планы и, ну, стараюсь их выполнить. Поэтому сегодня поговорим о планах, а также я попрошу вас внизу в комментариях написать о том, что бы вы хотели видеть на канале в ближайшее время, какие мастер-классы, возможно, вам интересны, какие темы, какие пошивы, что вам вообще интересно было бы ещё посмотреть на моём канале, может быть, там, до Нового года или в целом. Здесь у меня, на самом деле, в основном трикотаж, но у меня будет два больших таких проекта. Один из них я скоро уже начинаю приступать к нему. Во-первых, для одного проекта я ткань ещё не купила, а для второго я отложила с другой стороны, потому что, ну, они объёмные, эти ткани, поэтому я их потом внесу в кадр. Мой первый план на эти два месяца – немного похудеть и привести в тонус своё тело. Мне удобнее всего заниматься онлайн, я так экономлю время на поездке в спортзал и трачу его на шитьё. И я нашла для себя идеальный вариант – онлайн-фитнес-платформа FitStars. На платформе есть много тренировок на любой вкус и на любую цель. Я люблю разнообразие. Здесь есть и для похудения, и для осанки тренировки, и для того, чтобы держать тело в тонусе, даже йога. Также на платформе есть раздел с рецептами. Это очень удобно, чтобы контролировать своё питание и в любом случае похудеть. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Под любой запрос – здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, а также фейс-фитнес. Я очень хотела его попробовать. Здесь найдутся занятия даже для моей дочки. Тренировки проходят в игровой форме для детей от 3 лет, и это отличный способ, чтобы привить любовь к спорту ребёнку с раннего детства. Я оформила безлимитную подписку, и вам советую, сейчас я тренируюсь по программе «Начинаем худеть», затем я планирую попробовать йогу и фейс-фитнес. Мне нравится, что тренера всё досконально объясняют, понятно показывают, а ещё очень нравится наличие программы питания, поскольку я за комплексный подход к здоровью своего тела. В честь «Чёрной пятницы» при покупке безлимита на всю жизнь вы получите набор для домашнего фитнеса с ковриком и резинками совершенно бесплатно. По моему промокоду «Синева» скидка 70%. С рассрочкой первый платёж всего лишь 1997 рублей, а подарков на 4999 рублей. Количество подарков ограничено, их всего 5000 штук. Успевайте, ноябрь это последний месяц, когда вы сможете оформить безлимит до конца своей жизни. Тренируйтесь и получайте подарки. Переходите по ссылке в описании на сайт. Не забудьте ввести мой промокод «Синева». Хочу пробежаться по футру, поскольку он такой достаточно объёмный, но тем не менее изделия из футра достаточно быстро шьются, костюмчики, всякие худики. И у меня очень часто носятся. Настолько часто, что я износила практически все свои изделия из футра. У меня был комбинезон такой розовый, и он мне уже не подходит по моему ритму жизни. Я его шила два года назад, два года я его носила. На данный момент я уже... Тогда я была мамой молодого ребёнка. Тогда я была молодой мамой маленького ребёнка, и мы много гуляли. Я много гуляла с коляской, я с ней гуляла, где-то надо было бегать и так далее. И этот комбинезон отлично отработал. И сейчас я его не ношу уже, потому что мне уже не требуется такая одежда. Ребёнок стал ходить в детский сад, в коротковременную группу пребывания. И я чаще за ней просто туда хожу. Они там с ней гуляют, они там с ней играют. Вот, я уже в основном с ней не гуляю на улице днём. Забираю я её, она спит днём. Не знаю, зачем я это сейчас рассказываю, но просто, знаете, такое включение ещё и про жизнь. Она дневной сон дома спит и просыпается уже, когда темно, и, собственно, мы не выходим. Мы ездим на всякие занятия, я её отвожу в сад, забираю с сада. Вот в такие моменты мне нужна одежда. В принципе, я оценила свою активность жизненную и оценила её с точки зрения, какая одежда мне нужна. Это, в принципе, первое, что вы должны сделать, а перед тем, как что-то спланировать шить, понять, какая у вас вообще жизнь, что вам от неё нужно, какая одежда будет помогать вам удобно, комфортно, красиво жить эту жизнь. Вот, отталкиваясь от этого, я планирую свои пошивы. Итак, понимая, что я чаще по будням отвожу, забираю ребёнка, мы ходим в какие-то магазины, мы можем ходить к врачу, ещё что-то, то есть мне нужна комфортная, удобная и тёплая одежда, отталкиваясь от сезона, на который я шью. И в то же время я хочу сшить некоторые яркие изделия, поскольку я сшила себе уже костюм чёрный из чёрного футера, мне этой базы вполне достаточно, хотя вот здесь лежит бежевый футер, я хочу вам его тоже показать и рассказать, для чего он. Ещё я поняла и проанализировала, что в декабре и в январе, в начале, скорее всего, будет много достаточно интересных праздничных моментов, да, за счёт Нового года, и, скорее всего, какие-то утренники, и какие-то сборы, и, возможно, и там, моё день рождения мне будет 30 лет, вот, здесь тоже будет пошив, я покажу, из чего я буду шить себе наряд. И будет Новый год, в общем, отталкиваясь и от этого, я понимаю, что несколько праздничных таких и необычных одежды мне тоже нужно, и я понимаю, что мне нужна ещё праздничная такая, ну, интересная праздничная одежда, но удобная. Это для праздников с ребёнком, например, каких-то утренников. Итак, начинаем мы с удобной. В общем, это такой футер синего такого яркого глубокого цвета, он мне должен идти, я уже смотрела. Я оценивала, что он мне подходит, в принципе. Этот цвет, кстати, сейчас входит в, ну, оттенок, входит в такие одни из самых модных цветов Pantone 2023-2024, поэтому я, собственно говоря, должна в этом сезоне его прекрасно носить. К тому же верхняя одежда у меня будет, которая, позже я вам покажу, она будет, там будет базовых цветов, поэтому я думаю, что этот футер будет отлично дополнять, в общем, разбавлять гардероб. Такое яркое пятно. Из этих двух метров я планирую сшить брюки, и они будут не джоггеры, они будут либо чуть широкие, либо прямые. Я видела костюм с широкими брюками из футера с начесом, и мне так понравилось, как оно лежит, и я понимаю, что это тепло, а у меня в основном все было с резинкой внизу, я думала, что поддувать будет, я думаю, что не будет, потому что, ну, сапог туда пододеваете, наверное, и мне кажется, все будет хорошо. И мне нравится именно, что брюки будут как бы с напуском на ботинок. В снежное время, мне кажется, это очень красиво будет, я себе еще купила такие дутики красивые, и мне кажется, что хорошо будет смотреться. Скорее всего, верх не особо будет как-то там выделяться, наверное, не знаю, капюшон, наверное, капюшон сюда не поместится, у меня все-таки здесь два метра. Наверное, может быть, будет свитшот со стойкой, мне такие идут вот с застежкой. Я такой шила уже, я его тоже ношу, и я его тоже заносила. Следом у меня здесь футер цвета лайм, он у меня тоже лежит уже какое-то время, из него я шила кусочек, у меня был комбинезон у дочки, двойной. Одна сторона розовая, другая вот такого лаймового цвета. И, значит, соответственно, здесь у меня остался кусочек, ну, достаточный кусок. Здесь футер тоже с начесом, но он уже тоньше, такой более хлопковый, и он поэтому имеет свойство пеленговаться. Это я проверила на костюме у дочки, если тот футер, он более плотный и имеет хороший процент плестера в составе, и он не пеленгуется. А вот этот пеленгуется, и это проверено. Машинка от катышков нам в помощь. Это будет худи, это точно будет изделие с капюшоном, потому что здесь достаточно метража, я уже не знаю, сколько здесь метража, но, в общем, его достаточно вполне будет для худи. Я его планирую носить с черными джоггерами, которые у меня уже отшиты, с джинсами, и, возможно, вот с этой бежевой. Не знаю, как будет смотреться, да и вроде неплохо. С вот этим изделием, которое сейчас вам расскажу, это будет вот такой худик. Вот этот кусочек футера, я что-то не помню, сколько у меня здесь, или метр двадцать, или метр пятьдесят. Здесь его хватит на брюки, и это как раз будут брюки свободного кроя. Мне кажется, это обалденный будет вариант. У меня есть бежевый свитшот, не знаю, он там, по-моему, тоже уже износился, но я планирую разбавлять. То есть брюки будут вот такие вот пудровые, а сверху или что-то яркое, или черное, или свитера. У меня есть свитера, тоже симпатичные, я думаю, хорошо подойдут к этим брюкам. Брюки будут такие, ну, свободненькие, вот как раз вот они. Знаете, за счет того, что это футер с начесом, ткань будет как бы не свисать, а вот как бы держать форму и красиво ложиться к ноге по дутику, по угам, по дутику. Мне кажется, это будет очень красиво. Я отслеживала вот тренды, опять у нас уги вернулись в моду. Но я купила себе дутики из эко-кожи, классные, они будут идеально подходить к вот этому вот изделию. Следом хочу вам показать вязанный трикотаж, я его недавно приобрела. Здесь у меня 3 метра. Вязанный трикотаж масло-масляное, но тем не менее, он так и называется в магазинах. Вы понимали, что он похож на вязаные изделия. Действительно это так, мы с вами, скорее всего, будем шить это вот изделие на канале. Поскольку, мне кажется, это достаточно интересный опыт, как обработать, как шить, какую выкройку использовать. Это такой более эластичный трикотаж, более тонкий, нежели, конечно, футер. И у меня сиреневый лиловый меланж цвет. Потому что мне кажется, что меланжевый эффект как раз создает такую фактуру вязки. Ну, как будто это связано. Вот цельное такое полотно, то есть небольшой ворс. Вот. А без меланжи там были тоже красивые очень цвета. Ну, выглядело как, больше как изнанка. Поэтому почему-то... Ну, вот поэтому я взяла меланжевый эффект. Мне кажется, вот прям вязанный костюмчик очень похожий. Я планирую шить свитер с поясом понизу, с такими разрезиками по бокам. И брюки. Брюки тоже будут такие свободные. У меня уже был похожий костюм из коричневого вязаного трикотажа. Я его тоже шила. Я его три года назад. И я его два или даже больше года носила. Мне он тоже поднадоел. Подострепался он. Я решила обновить, потому что это суперудобная вещь. И очень-очень-очень теплая. И в составе у него, по-моему, есть шерсть. Вискоза, все такое. Вот раз я шила свитер с двойным таким боротом, творотом. Сейчас я не знаю. Возможно, с одинарным буду шить. Посмотрим. Ну, три метра мне, в принципе, должно хватить и на брюки, и на свитер, и на даже двойной отворот. Вот. Будет такой костюмчик, который буду часто по-любому носить, потому что я уже просто знаю, что это удобные и классные изделия. Дальше хочется сказать и рассказать про вот эту вот праздничную ткань. Эта ткань предназначена на мое платье на 30-летие. Буду шить его по выкройке от Вики Соус к Кэролайн, или как это так называется. В общем, это такой полиэстровый, плательный, даже не знаю, как назвать, не креп, не атлас, плательная ткань полиэстровая с мягкой, вот такой вот гладкой изнанкой и на лице с напылением леопринтом. Анималистичный принт в моде. Платье вообще шьется по косой, вот таким вот образом. Я думаю, что я это сделаю тоже по косой. Здесь у меня стопроцентный полиэстр, он не тянется ни в одном из направлений, поэтому я думаю, что отлично подойдет для пошивок по косой. Платье будет достаточно такое сдержанное, но за счет принта это будет такой вот праздник-праздник. Вот, я так думаю. Единственное, что меня смущает попереду шов у платья, надо еще подумать, как вам ткань, как вам идея вообще, напишите. Потому что я еще присматриваюсь к новой коллекции, ну и возможно это еще и на Новый год пойдет, потому что у меня там близко все. Не вижу смысла шить два разных платья, наверное, а может и увижу когда-то в ближайшее время. Ну, хотелось вот что-то такое элегантное, но в то же время дерзкое, не знаю почему. Ну, вот хочется. Еще мне понравилась новая коллекция Вики Соус новогодняя. Не вся, мне там понравилось платье, типа вот как у меня сейчас блузка, платье-халатик на запах, кимоно, я не знаю, как его еще назвать. Из пайеток. Я давно хотела такое короткое мини-платье с длинным рукавом из пайеток сшить. Мне кажется, суперудобно, если вы празднуете дома, я практически всегда, мы празднуем дома, накину, как бы красиво. В то же время удобно, комфортно. Поэтому, вот, мне кажется, что мне нравится это платье, вот, и так как мне будет 30, я все-таки, может быть, даже на два платья разражусь, не знаю. Конечно, они потом редко носятся, но, тем не менее, посмотрим, в общем, не загадываю. А еще забыла вам сказать про два плана, в которых у меня нет ткани. Либо я буду подбирать что-то у себя, либо я буду что-то покупать. Первый это лонгслив я хочу сшить с драпировкой попереду. Как я уже сказала, мне нужно что-то удобное и нарядное. Я вот здесь прикреплю фотографию, сейчас я случайно увидела в Инстаграм вот такое изделие. Мне очень понравилось. Похоже чем-то на выкройки, как у Вики Соус, как у Sew It Now с драпировкой попереду. Но мне понравился факт того, что драпировка как бы идет только вот на груди, без вот этой вот детали на плечо, которое переходит. Поэтому я перемоделирую выкройку и сделаю вот с такой вот как бы драпировкой на груди. Мне кажется, так будет... Ну, мне так больше нравится, в общем, хочу так сделать. И хочу, чтобы подходила к моей новой юбке Кэмерон, которая из питона. Хочу, чтобы подходила классно к джинсам. И у меня нет брюк зимних. Хочу сшить себе еще брюки из шерстяной костюмной ткани. Тоже хочу подобрать какого-то цвета приятного, и чтобы ткань была теплой, и не кололась. Это достаточно сложно вообще, костюмную ткань с шерстью достаточно сложно подбирать. Поэтому у меня в наличии ничего дома нет. Надо, наверное, в Брависсему большой выбор. Может быть, надо посмотреть там в каких-то других магазинах, подыскать. Хочется какие-то теплые брюки, чтобы можно было их с блузками, со свитерами носить. Как-то более было собрано, что ли. Даже не знаю, как это назвать. Вы, наверное, уже офигели от этих планов. У некоторых на год такие планы у меня на два месяца. Опять говорю, что я всегда очень много планирую. Сейчас вы офигеете еще больше, потому что я расскажу о том, что я... Это были все маленькие мелкие проекты. Я собираюсь сшить два еще крупных проекта, которые мне надо, во-первых, сшить. Потому что у меня шуба, которую я в предыдущий раз сшила, она уже тоже износилась. Мне она уже не нравится. И у меня нет пуховика. В общем, я буду сшить пуховик и шубку. Шубку я буду сшить вот из этого черного меха. У меня есть еще один мех с шестиной, такой фиолетовый, яркий. Скорее всего, я буду сшить еще одну тепленную шубу, но это уже будет январская, скорее всего. План январский. Вот. Потому что я к ней еще не все продумала. А вот к этой шубке я все продумала. У меня весь гардероб, вот этот, который я вам перечислила, подходит под вот это изделие. Это будет укороченная шубка, курточка. Вот здесь я вставлю фотографию. Я уже говорила о том, что буду шить. У меня вот такой вот коротенький мех под барашкой. Или как его назвать? Мех Тедди, может быть. И мне приехал классный утеплитель. Я повелась, честно говоря, на его температурный режим, который там заявлен. И очень сильно захотела его попробовать. Мне он уже приехал. Он тонкий, но рассчитан на температуру до минус сорока. И я подумала, что вот, все, это вызов. Мне нужен такой пуховик. У меня там два вида утеплителя. Один на минус, до минус, по-моему, 20, что ли. Это будет вот эта курточка. Потому что до минус 20, а выше, как бы, ниже минус. Носить короткое изделие, скорее всего, я и не буду. Поэтому вот эту курточку я утеплю утеплителем, который поменьше, потоньше. И собираюсь носить до минус 15, не знаю. У нас в основном такая зима, не сильно прям. У нас в феврале обычно там морозы могут ударить. Но в основном такая вот зима. И я планирую, в общем, такую вот курточку шить. У меня к ней уже есть подкладка. Потом покажу в пошиве. У меня к ней уже есть утеплитель, молния и, собственно, ткань. Все есть. И дублерин есть. Все есть. Просто буду шить в ближайшее прям время. Начинаю. И последний план, на который у меня есть только утеплитель, это пуховик. Но я на него уже присмотрела ткань. Я ее буду покупать у нас в магазине Фьеста в Воронеже есть. Вот. Мне просто туда надо доехать, потому что я там хожу на занятия для взрослых. Кое-какие там, касаемые моего ребенка. Я в этот район хожу на занятия. И у нас два раза отменялись занятия. У нас они раз в неделю. То есть две недели я пропустила, вот хотела купить эту ткань. В следующий вторник, я надеюсь, занятия будут, я приеду пораньше и куплю эту ткань. И надеюсь подобрать там же подкладку. Очень понравилась эта какая-то курточная ткань, которую я еще никогда не видела. Она с утеплителем таким, тоже идет тоненьким. Она с матовой такой поверхностью. Она тоже с леопринтом. Ну, в общем, очень интересная ткань. Я думаю, что в видео о пуховике я вам подробнее больше про нее расскажу. Шить я буду вот по такой великой реке. Вот такое тоже удлиненное пальто. Единственное, что меня смущает, открытый ворот. Но ничего более закрытого, такого, чтобы мне понравилось, я не нашла. И я подумала, что в самое холодное время можно накинуть капюшон и как бы завязаться шарфом. Вот, я думаю, что вполне подойдет. И к тому же у меня все пошивы в основном я планирую с горлышком. Поэтому думаю, что будет хорошо. Ну, в любом случае, можно еще, если что, подшить там какой-то, как это называется? Ну, или капр. Я тоже, кстати, давно хотела какую-то такую штуку. Или там что-то вроде... Ну, капюшон, конечно, съемный будет странный. Если я сошью, у меня будет капюшон. В общем, да, что-то вроде капора, наверное, можно сшить на самое-самое холодное время. Так, все, мне пора идти за детем. Такие мои планы были на эти два месяца грандиозные. Я обязательно выслушу ваши предложения в комментариях. Обязательно пишите. Еще напишите, какие у вас швейные планы на остаток этого года. Очень интересно будет почитать, совпадают ли они у нас с вами. Еще нас ждет в ближайшее время обзор бурды декабрьская. Интересно, интересненько прям, что там у нас нам подготовили. Будут ли какие-то интересные нарядные платья, мне хотелось бы посмотреть. Ну, там уже выходил преданонс, и как бы пока что меня ничего не зацепило. Но я надеюсь, что там что-то еще такое будет интересно. В любом случае, видео выйдет. Спасибо, что были со мной, посмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг почему-то по какой-то причине не подписаны. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мои дополнительные блоги. Я веду их в Инстаграм, Вконтакте и Яндекс.Зен. Просто Дзен, наверное, уже. Спасибо, что были со мной. Увидимся в новых видео. Всех целую. Пока-пока.